Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на Дворной Бесконечности, которая предполагала, что конечное, как хоть и стороннее, отрицается бесконечным, но при выходе за это конечное возникают лишь новые границы, новые и конечные, а бесконечные остаются потусторонними, и идет такое бесконечное очередование, да и бесконечный прогресс, который не соответствует истинному соотношению этих категорий и назван Гиггем дурной бесконечностью. Все можно рассматривать, конечно, как дурную бесконечность, мы об этом уже говорили, что что бы ты ни делал, завтра снова надо это делать. И, в общем, нет вот этого конца, и этого иногда обескуражен. Но если мы поближе присмотримся, конечно, у Гиггера это очень развеянно рассмотрено, и каждый из нас внимательно, если будет следить за движением мысли, тоже продвинется в понимании перехода конечного и бесконечного. Но если мы вот самые крупные возьмем моменты, то можем оттолкнуться от этой самой дурной бесконечности, которая предполагает скучное исчезнование бесконечного и конечного, конечного и бесконечного. Так вот, если рассматривать внимательно, что же мы видим в этой дурной бесконечности, то мы видим, сначала, если можно начать с конечного, конечное, которое отрицается бесконечным, которое, в свою очередь, отрицается этим конечным. Да, потому что, помните, мы же говорили, что выход за конечное к бесконечному, в котором возникает новая граница, то есть новая конечная, она же будет по-тусторонней. Да, значит, мы пришли, тем самым, снова к конечному. Такая же картина получается и бесконечным. Бесконечность, вот она, приставлена здесь, потом, значит, выходит, появляется конечное, за которое снова уходит бесконечному. Бесконечное есть отрицательное соотношение с конечным. И тем самым бесконечное сливается с самим собой. То есть, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, и в этом смысле бесконечный прогресс, он дает нам эту возможность увидеть, при ближайшем рассмотрении выясняется, что каждый из этих моментов, а теперь не извинены до момента, почему? Потому что, извините меня, то, что было в начале, как некоторое такое, конечное, само по себе, а теперь оно есть результат опосредствования себя своим отрицанием и возвращения к себе через свое отрицание. Так это же результат, это уже снятие, оно же не такое, которое было, просто отрицательное, соотносящиеся с бесконечным, и еще подобного. Оно теперь пришло к самому себе, вернулось. И это движение возвращения к себе через свое отрицание, то есть, оно отличается от того, что было, и точно так же бесконечное. Это не некое такое потустороннее, а опять, чисто в этом смысле, отрицательное и недостижимое, а сливающееся с самим собой через отрицание конечного. То есть, опять, движение к себе через опосредствование, связанное с отрицанием своего отрицания. Но раз и то, и другое есть снятие через отрицание отрицания, то есть, они получили утвердительный момент. Правда, кажется нам, что у нас есть два движения. Значит, первый, как говорит Гегель, разбег. Мы идем от конечного, который возвращается к конечному, а второй шаг от бесконечного, потому что они как будто чередуются. Но если мы так только и кажется, потому что, когда мы рассматриваем эту бесконечность, как прогресс движения от конечного и бесконечного, нам совершенно безразлично, что братья за конечный, что мы берем за первый пункт, и что за второй. И тем самым это различие между ними снимается. На самом деле, есть одно движение, одно движение, которое предполагает, что и конечный, и бесконечный, находящиеся в единстве, потому что мы можем их определять только как соотносящиеся с собой, но причем соотносящиеся отрицательны таким образом, что они отрицают свой противоположный момент. И конечный, и бесконечный находятся в социальной единстве, и бесконечность есть вот это движение. Отрицание, отрицание. И в этом движении можно лечить конечное, как оно есть, как будто бы противостоящее бесконечному, как это в дурной бесконечности было. И в то же время конечное, как находящееся в единстве. Потому что мы видим, что оно есть, на самом деле, возвращаясь к себе через отрицание бесконечного. Точно так же и бесконечное находится. И вот только в таком виде бесконечность и есть. Как процесс отрицания, отрицания, возвращения к себе через снятие своего, собственно, отрицания. Вот как мы видим бесконечное, на самом деле. И поскольку оно есть возвращение к себе, то оно, во-первых, бытие. Потому что равно самому себе. Но в этом бытие, как мы сказали, уже есть отрицание. Но раз в отрицании, то тем самым это наличное бытие. И что это означает? Что бесконечность, на самом деле, это не есть нечто постороннее. Оно по-сюстороннее. Поскольку наличное, оно на лицо. Оно здесь. Да? И мы же снова вернулись к, так сказать, бытию. Но дальше это не просто отрицание. А как мы уже видели в этом движении, посредством себя, самим собой, как отрицание, отрицание, это отрицание наступает. Ну, конечно же, бесконечность. Отрицание конечного. А конечный само по себе отрицательный. Да? И бесконечное тоже у нас было просто нечто отрицательное, вот в первом своем представлении. То есть, на самом деле, мы имеем отрицание, отрицание в этом бытии. И тогда у нас, если мы рассматриваем наличное бытие, то в нем определенность или отрицание, ну, так сказать, или точнее его определенность выступает как реальность. А бесконечное, как оно на самом деле есть, значит, уже есть отрицание, отрицание, и утвердительность получается в более высоком смысле. То есть, если реальность была непосредственной, непосредственной определенностью, здесь равенство с собой есть как отрицание, отрицание. И в этом смысле Гегель говорит, что идеальность выше, чем реальность. Или реальность, говорит точнее, в более высоком смысле. Если вы помните, реальность какая она была в первом смысле, это просто, так сказать, отрицательность, относящаяся с отрицанием, или, точнее говоря, непосредственная определенность. А здесь определенность дана как отрицание отрицания. И вот это более высокий смысл, как раз соответствует бесконечности, то есть качеству в том виде, в каком оно есть в бесконечности. Ну и далее можем, возвращаясь к тому, о чем говорили, отметить, что поскольку бесконечно вернулось к себе, есть движение, возвращение к себе же. Значит это бытие. И далее на наличные бытия. Так как отрицание отрицания, и относящиеся с собой как с собой, через свое собственное отрицание, оно и есть бытие для себя. Помните, было бытие для иного, как будто некоторое иное. Вот почему такое название, если размышлять об этом. Почему есть бытие для себя? Да потому что нет никакого иного и отрицательного соотношения с самим собой. Поэтому если мы возвращаем момент отрицания, то оно же само. Бесконечно. Поэтому результат снятия этого процесса есть бытие для себя. Ну а теперь можем попробовать проиллюстрировать некоторыми примерами. Ну вот начнем с таких простых примеров. Вот каждый человек конечен, а человечество бесконечное. Что это означает? Означает ли это, что мы ходим только как конечные, а бесконечность человеческого рода, она где-то помимо существует, не обладает реальностью. Я посчитал бы реальностью как отрицание отрицания. То есть не обладает идеальностью. То есть вот это отрицание отрицания или качество бесконечного, это уже Гегель назвал идеальность. Я бы, если я пропустил, я хотел бы к этому вернуться и это повторить. Так? Итак, качество бесконечности – это идеальность. Так вот у нас идеальность – это что-то такое, что подсостороннее только. Но если это подсостороннее, мы, похоже, опять возвращаемся тогда к дурной бесконечности. Да нет. Ну вот надо найти в человеческом роде, наличствующем, что это такое, что их наступает как отрицание отрицания. Ну вот я думаю, что дети – это всегда отрицание своих родителей. Вот они, родители конечные. А чем они отрицаются? Со своими детьми. То есть дети – это есть воплощение, вот реальность. Идеальность бесконечная. Дети – наше будущее. Так это будущее в каком смысле? В том, что их нет, что ли? Да есть они, слава Богу. Есть. Будущее человеческое общество, оно уже настоящее, оно реальность. Но реальность в высоком смысле. Более высоком смысле – просто реальность. То есть как отрицание конечности своих родителей. Да? Ну а это процесс – процесс. Потому что дети станут родителями и точно так же падут в положение отрицаемого. Но тем не менее бесконечность человеческого рода – она не подсторонняя. Вот она всегда приставлена в идеальности, так сказать, в детях. Поэтому, конечно, если в Россию падает рождаемость, то вот бесконечность очень быстро пресекается. Нет детей. Как же так можно? Как это можно тогда обеспечить? Это бесконечность. То есть все застопливалось на нас. Мы-то дети вообще-то по отношению к своим родителям. Но мы такие дети, что уже… То есть родители должны становиться взрослые люди. Это нормально. И не просто нормально. А идеально. Вот как-то есть у Маркса такое выражение. И Ленин выловил, что капитализм как идеальный. То есть как средний и типичный. Кто-кто? Ленин нашел в Маркса выражение, что капитализм. Идеальный капитализм. Что это означает? Не так, которого нет. А как средний, нормальный и типичный. Вот и человеческое общество тоже нормально и типично. Тогда есть дети. Нет детей? Ну тогда извините. Да. Ну это так. Значит, скажите, один пример. Вторая иллюстрация. Вот о борьбе. Если мы будем говорить о борьбе рабочего класса за свои интересы. Ну кажется, вот люди… Помните, была песня такая. И вся-то наша жизнь есть борьба. И мелодия такая, боевая, поднимающаяся. А если вот так задумаешься, вот по первым впечатлениям. А чего такого светлого? Всю жизнь борись, борись, борись. И что? И если вся твоя жизнь борьба, и твоя жизнь борьба, и у твоих родителей была борьба. И что? Значит, не достигаем мы цели-то. Так если не достигаем цели, то какое же ты воспринимаешься как некоторое время. Смысл какой? Все время напрягаешься, ничего не будешь достигать. Значит, вот если мы так понимаем смысл борьбы, то это не истинное понимание. Это как раз есть дурая бесконечность. Вы ставите задачу, которую решаете, за нее вы уходите. И опять то, к чему и стремитесь, остается недостижимым. А так ли на самом деле? Какая борьба в нашей жизни? Вот я на этом хотел бы остановиться. Очевидно, классовая борьба. Какого класса? Рабочего класса. За что борется? Что ставит интерес? Чтобы брать классы. Совершенно верно. Замечтожение классов. Это негативное выражение. Цели борьбы рабочего класса. А по целому выражению он назвал так сразу. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Соберные классы со стороны это как отрицание, а реальность? Свободное развитие каждого. Идеальность. Идеальность. Давайте же оперируем с этими категориями. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот кажется, мы боремся за это, а это так где-то далеко, недостижим, и что бы ни делали, это все время остается только как-то розовым, прекрасным будущим, недостижим. И тогда действительно, если это недостижимо, то как-то становится очень грустным. Теряется смысл для многих. Но давайте посмотрим. Вот в нашей действительности раз нет ничего такого, чтобы соответствовать этой цели в результате нашей борьбы. Если классовая борьба, за что борьба? Давайте смотреть. Значит, за повышение реальной заработной платы, это обеспечение благосостояния. Если борьба идет за сокращение рабочего дня, а тут не если, а надо вести борьбу за сокращение рабочего дня. Это значит, что сокращение рабочего дня в вечении свободного времени. То есть вы, борясь, достигаете, решаете такие задачи, которые ведут вас к этой цели. Причем так ведут, что уже есть некоторое ее воплощение. Вы стали лучше жить, у вас стало больше свободы. Если бы при капитализме классовая борьба этим не завершалась, ну как бы тогда дошли бы до того, чтобы рабочий класс и его союзники, друзья, товарищи, смогли бы это обеспечить. Полное бы станет свободным в стороне развития всех обществ. То есть смогли бы использовать современные производительные силы для достижения этих задач. Но как бы, никак не получилось. Поэтому эта борьба, она приводит к результатам, которые сегодня есть. Есть как идеальные, потому что, конечно, вы сегодня достигли одного. Во-первых, у вас хотят капиталисты это забрать. Это мы видим. Через инфляцию хотят забрать вашу зарплату. Через всякие реформы, так сказать, хотят вас забрать ваше свободное время, снова удинить рабочее время. Как во Франции. Вот они добились 35-часовой рабочей недели. Ты что? А потом давайте так, 35 часов, ну, давайте не будем менять закон. Мы только разрешим сверхурочные, сколько хотите. Ну, если вы разрешили сверхурочные, сколько хотите, и не будем за них платить по повышенной. Так еще тогда стоит ваш закон. А 35-часовой рабочей недели. То есть, вы все это забрали. Значит, что это означает? Что вот люди, так сказать, не ведут борьбу. Как борьбу бесконечную. То есть, они свои результаты не представили, как идеальные результаты. Как идеальность. Что значит идеальность? Через отрицание того, что уже достигли, через движение к более высоким задачам. Вы достигли более высокого задача? Измечательно. Как вы достигли? Только тем, что вы, так сказать, вышли за предыдущее конечность. За предыдущее ваше достижение. И положили его как конечное. Как реальное. То есть, у вас было 40 часов рабочей недели. Хорошо. Вы добились 35-ти. Значит, 40-то вы зачеркнули. Сказали, все, ребята, прошлое. Сделали шаг вперед. Так а почему вы тогда остановились на 35-ти часах? Это что, все? Предел его не придешь. Но как только вы остановились, вас потащили назад. Потому что это противоречит пониманию бесконечности. Как движению, как процессу, возвращающемуся самому себе. То есть, вы хотите обеспечить... Это дело не в 5-ти часах, там, в 7-ми часах. А дело в том, что вы хотите обеспечивать свободное развитие. Так оно же обеспечивающее расширение этого богатства. Вы их какое-то определенное личное хотите зафиксировать. А вообще, если жизнь не идти вперед, значит быть отборщенным назад. Вот ленинская идея. Вам продемонстрировали это. Всем нам демонстрируют идею. Как только перестают люди бороться, достигнув чего-то одного. То есть, не выходят за это конечное. То есть, и за бесконечное тоже. Не полагают идеальность. Как отрицание, отрицание. Как отрицание того, что уже этого конечного результата. Надо за него выйти. Значит, подняться выше, опираясь на него. И, так сказать, достичь новой высоты. Тогда, оказывается, все отборщено назад. Но, я бы хотел отметить, что вот еще как можно трактовать эту бесконечность, которая обладает идеальностью. То есть, присутствует здесь. Вот скажем. Ну, хорошо. Значит, мы улучшили положение рабочего класса. Но, это все равно еще не коммунизм. Хотя, как можно улучшить положение рабочего класса? Скажем, забастовочную борьбу. А что такое забастовка? Это люди. Значит, отбросив свои там, так сказать, мелочные какие-то, может быть, личные обиды, там, или недоразумения. Каким? Начинают действовать в интересах коллектива. Подчинять свои особые интересы, иногда расходящиеся с коллективами, своим главным интересам. Своим. Но своим главным интересам, коллективным. Проявляет мужество. Проявляет стойкость. Значит, если они находятся в положении наивных рабов, это что значит? От деспотии, капитала, на них кричат, угрожают, а вот в них проявляет человеческая достоинность. Не смеется с нами так разговаривать. Вот даже вот, если ничего не добился, но просто приходят и говорят, что вот мы вот с вами будем говорить сейчас. То есть, они, в них пробуждается человеческая достоинство, укрепляется, утверждается. Сознание своих классовых интересов, они уже при коммунизме пожили. Товарищеская дисциплина. Да? Готовность к самопожертвовать даже в каком-то смысле. Если надо. Ну, борьба, ну что такое? Так это значит, за дороги своя, так это самые высокие вообще, говоря, жизни, позиции. Это вот они уже пожили при коммунизме, ходят за бастовки. И чем чаще бастуют, тем больше к этому привычка. А потом говорят, да что же такое, когда же это кончится? Мы уже настолько созрели, что можем все, мы уже готовы взять руль в свои руки. Но вот этот коммунизм, это обеспечение полного состояния, нужно присутствовать везде. Потому что как можно обеспечивать? Значит, рулить должны те, кто заинтересованы в этом. Вот они и рулят уже в каждой бастовке. Поэтому с бастовки называли зароженый социализм. Это не социализм еще, да? В каждой стачке. Зароженый социализм. Так вот, будете бастовать? А если не будете бороться, ну какой, там даже и нет на бесконечности борьбы. Это тогда будет бесконечность того, что вас бьют. Бесконечность страданий, бесконечность потерь, лишений. Ну, как без борьбы-то? Ну, все будут забирать, жизнь заберут и так далее. Поэтому мы говорим о бесконечности классовой борьбе. Она очень жизнеутверждающаяся. Потому что каждое ваше действие, даже если формально вы не достигли заработной платы, вы показали свою силу, убедились в том, что вы можете. Это вам потом пригодится. То есть это действие, которое возвышает людей. Я уж не говорю о коммунистической партии. Вот говорят, рабочее движение, это есть соединение. Правильно говорят. Научного социализма, значит, с рабочим движением. Коммунистическая партия. Так что такое партия? Так это вообще уже прямо чуть-чуть не жизнь при коммунизме. Вы говорите, свободное развитие, значит, обеспечение всестороннего развития. Вот в партии уничтожается разведение труда. Рабочая партия. Почему? Потому что в чем стоит разведение труда? Одно из ярчайших проявлений. Есть деление на тех, кто только управляет, да, и тех, кто исполняет. Куда попадает рабочий? В какой разряд? Вопрос риторический. Это исполнитель. Все, кроме же, от них, так сказать, жестко требует. Ну, а так что не скажи, что хочешь. Потом сделаем по-своему. Так руководство. А в рабочей партии, значит, это разделение труда предлевается. Рабочие, так сказать, принимают активное участие в решении. И, скажем, если в настоящем рабочая партия, то вот оно приводит к тому, что рабочие должны иметь решающий голос. Решающий голос. Скажем, почему это вот принципиально для рабочей партии России общественное объединение. Что при принятии решения большинство должно быть у рабочих. А не потому, что руководитель этой борьбы. Если руководитель этой борьбы, то что значит руководитель? Как же я буду руководителем борьбы за уничтожение классов? Если в своей партии я не руководитель. А это разве так просто все сделать? То есть ты в жизни, повседневной своей жизни, только исполнитель. И тебе, так сказать, по рукам бьют, если ты и по главе, если ты пытаешься чем-то руководить. А в партии должен определиться как руководитель. Ну, не беспокойтесь. Руководитель он будет, конечно, в партии. Но жизнь такая, что он пойдет к станку, поэтому он, так сказать, не зарвется и так далее. Он от этого не перестанет быть рабочим. То есть вот оно такое, что это отделение труда. Он приходит к руководящему партии, а оставаясь рабочим. Другое дело, что никто ему, конечно, время для партийной работы не сократит. Поэтому Ленин таких людей, которые поднимались до высоты сознания, интересы в классы твои, учились. Герои. 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 Несмотря на каторгу капиталистического труда, но он сегодня каторгой. То есть ты, значит, работаешь там 8-9, но ты меньше стараешься работать, борешься, но это не так просто. А потом еще должен звучать, прийти в партию и принять решение, которое соответствует твоим интересам, интересам твоего класса. Да не просто так, тебе будут аплодировать. А у тебя будут, так сказать, в партии тоже борьба будет идти, потому что вы разделение труда уничтожите. Я думаю, все будут радоваться. Вот те, кто как раз находится в более пригодном положении, те, кто, может, даже не по злобе, а что называется, а привыкли управлять. Ну, говорят, я и в партии управляю, я тут управляю, я тут управляю, я хорошо говорю, я хорошо пишу, это же моя профессия. Так я и в партии буду это себя реализовывать. А как же собираетесь уничтожить классы, если вы закрепляете с собой тогда руководящие функции? Так вы тогда классы будете только воспроизводить. То есть и внутри партийная борьба идет, большая. Но, тем не менее, вот тоже бесконечность, идеальность. Но отрицается вот эта, так сказать, ограниченность, отрицается это разделение труда по отношению к цели рабочего класса. И утверждается товарищская дисциплина, разумная инициатива, значит, руководящая роль рабочего. В партийной жизни. Так это уже почти коммунизм. Если не брать, конечно, с того, что партия не может быть изолирована. Но, тем не менее, тот, кто в партии, вот в такой настоящей партии живет и действует, тот уже совершенно себя по-другому воспринимает. Он участник общего дела. На него, сказать, смотрит не как на исполнителя, а как он руководитель этого ожидает и этому помогает. Значит, он уже за счет вперед, он уже чувствует ответственность за рабочий класс. Потому что, извините, руководство чем? Руководство классовой борьбы. Партия для чего? Для классовой борьбы, для достижения этих больших целей. Он должен знать их цели. То есть, это люди совсем себя по-другому ощущают. И ведут себя по-другому. Так вот, никогда бы за коммунистами не пошли, если бы они не давали собой образец этих новых людей, которые не лакеи, которые свободны, которые умные, которые знающие, которые могут объяснить. Потому что, если ты только сам знаешь и другими не веришься знаниями, ну, какой ты коммунист? Тогда ты же не что, хочешь за товарищей сделать? То есть, за класс хочешь решить классовую задачу. Так не получится. Значит, ты должен работать со своими товарищами. И в этом смысле, конечно, коммунисты всегда отличаются. Это по-разному проявляется, это отличие. Ну, например, в 90-е годы, когда был гул антикоммунизма, начале 90-х, в конце 80-х, в том числе и в рабочем классе. Ну, тогда, я хочу сказать, к настоящим коммунистам народ шел и сказал, ты коммуняк и так далее. А почему шел? А потому что, несмотря на эту волну антикоммунизма, антисталинизма и так далее, были передовики рабочие, которые верили и не верили, а были убеждены в правоте своего дела. Не сдавались, потому что знали, что вот сейчас туда качнулась история, а идти надо туда, вот там цели. И даже не дружесные к ним, но враждебно настроенные люди чувствовали эту силу. Ну, потом, значит, эта враждебность выметрилась и происходит, ну, что делать-то? Вот такими коммунистами были. И через это прошли полосы неприятия, но, тем не менее, полосу, когда роль коммуниста была особенно важна. И вот они спасли честь коммунистической партии, рабочей партии, да, и честь революционного рабочего класса России. Ну, вот, я бы назвал этих товарищей, скажем, Василий Иванович Ишкарев, наладчик ЗИЛа. Дмитрий Васильевич Игошин, токарь, расточник цеха механо-сборочной, один, завода Красный Сором. Уж как их из души в души. Владимир Михайлович Кудрявцев, тоже товарищи там, тыкали кому-нибудь. А вот они не сдались, и вот благодаря им партии рабочих вас и нам, в которой утвердились эти принципы. Еще он значительно легче. Антикоммунист выметрился, но, ну, что, так нам теперь дать пример этого дела. И теперь уже пошли молодые рабочие, и вот самый трудный период они пережили, эти товарищи полностью не сдались. Ну, кстати говоря, и в этом смысле они счастливые люди. То есть, частью ведь это что, значит, это будешь действовать в интересах своего класса. Своего класса, большинства, твое счастье должно принести не тебе, а эгоистично, а принести счастье большинству, своему классу. Вот они были счастливы, даже в самое тяжелое время. Конечно, было понятно, что такое счастье, ну, это счастье борцов, я имею в виду. Потому что они не сдались и возложили предпосыл для того, чтобы партия развивалась. Поэтому партия рабочая, скажем, сегодня развивается. Потому что они в голове образ идеальный был, они бесконечной борьбы. А не потому что идеальность утверждали. Всякое отрицание, значит, отрицали и утверждали себя как коммунистов. Ну, и я хочу сказать, что этот пример, он не придуман. Я это взял идею Ленина. Идея Ленина о том, что социализм – это неготовая система, которая будет облагодействована на человечество. Социализм – это классовая борьба нынешнего пролетариата, которая идет от одной цели сегодня в другой завтра, во имя своей конечной цели. И дальше Ленин пишет, что сегодня социализм проходит ту стадию, которая состоится в создании рабочей партии. И в завершении создания рабочей партии, в борьбе с ликвидаторами и прочим. Не в каком-то смысле мы сегодня это опять переживаем. Ну, я не берусь утверждать, что сегодняшнее рабочее движение, проходит через этап создания, вернее, завершение создания рабочей партии, скорее всего, этот процесс еще далек от завершения. Но, тем не менее, классовая борьба пришла к этому уже. И не случайно рабочая партия России, например, которой я говорил, которая утверждает эти принципы коммунизма в своей жизни, получила такую известность со всех сторон. И горячая поддержка и интерес, с одной стороны, а с другой стороны, значит, уже там и лай такой, и нападки, и прямо все рвутся поругать. Чего поругать-то? Ну, потому что, во-первых, если ты лаешь на слона, то все подумают, Муаська очень сильная. Во-вторых, а что делать? Потому что, если сейчас не лает, потом уже поздно. То есть, это признание в таком положительном плане, в отрицательном плане. Вот это идет бесконечность. То есть, не к тому, что нет достижений, или они когда-то будут в будущем, а к тому, что они сегодня уже есть. Но, во-вторых, то, что, если мы правильно понимаем бесконечность, определенностью которой является идеальность, как отрицание, отрицание, то всякое достигнутое состояние не должно удовлетворять коммунистов. Потому что бесконечность – это процесс. Процесс борьбы. И в этом смысле песня «Вся-то наша жизнь есть борьба-борьба» – это песня совершенно правильная, но речь идет не о дурной бесконечности, недостижимого и так далее, того, что всегда остается только за горизонтом. А это здесь песня, которая говорит о том, что люди, которые борются, уже сегодня делают очень важные вещи, уже сегодня реализуют в определенной степени требования обеспечения полного выстания свободного стороннего развития всех членов общества. И, главное, свободны они еще и в каком смысле? Свободны, например, по разной идеологии. Вот в партии от этого можно освободиться уже. Ты свободный человек, ты понимаешь смысл законов, тебя уже не обмануть. Разве это не огромное достижение? Если какая-то проблема, тебе подскажут. Особенно рабочему это сложно. Найдутся люди, которые знающие, которые принесут свои знания в рабочий класс, и ты будешь себя увереннее чувствовать, товарищ рабочий, в партии. От этого свобода от невежества, свобода от провощения духовного, это уже огромная свобода. И люди вот такое освобождение получают, достигают. И дальше ты же не просто созерцать, а ты еще и в борьбе достигаешь этого дела. То есть, скажем, в забастовочной борьбе, которая, к чему в конечном счете ведет? Чем мощнее забастовки, во-первых, чем достижений больше, чисто вот непосредственно, а тем больше, так сказать, шире плацдарок для создания власти рабочего класса. Власть рабочего класса – это не цель рабочего класса. И Ленин это говорил, что диктатура, пролетариаты – это не цель, это принцип. Цель-то мы знаем – уничтожить классы, обеспечить свободное и всестороннее развитие всех членов общества. Но если вы этот принцип не уплотите, то ваши достижения, в плане приближения к этой цели, они будут очень незначительные и легко будут у вас забирать. Поэтому, конечно же, мимо этого никак нельзя проехать. Поэтому надо готовить себя к тому, чтобы взять, утвердить власть рабочего класса, который опирается как раз на силу обостоящих коллективов, и убрать эти все барьеры, которые мешают, я имею в виду, барьеры в классы общества, которые мешают обеспечить свободное и всестороннее развитие всех членов общества. Вот такая бесконечность классовой борьбы, которая отнюдь не порождает пессимизм недостижимости, бесконечности того, что никогда не увидишь, никогда не почувствуешь. Как у Некрасова, жаль только жить в эту пору прекрасно, потому что не придется мне и не тебе. С одной стороны, это говорилось, с другой стороны, уже в его время были люди, борцы, революционеры, которым старался помочь, и в этом смысле он не думает, что он был такой скептик. Ну вот, я думаю, что пора прекрасной у борцов всегда есть. Когда есть борьба за цель рабочего класса, активная, то всегда будут достижения, и всегда будет, так сказать, в этом смысле удовлетворение от того, что ты сделал. Ну вот, учение о бесконечности, о выясненной бесконечности Гегеля нам это помогает понять тоже. Ну и в этом смысле бесконечности с классовой борьбой, она очень оптимистична. Для тех, кто понял, что бесконечность не сводится к дурной бесконечности, что бесконечность, она не по ту стороне, а она, в конечном счете, есть идеальная. То есть то, что наличит в постоянном движении, постоянное возвращение самого к себе, ну, на более высоком уровне. Вот об этом я бы хотел сказать. Спасибо.